Книга «Открытым оком», 4-й том, вопрос 1279. «Мне известны православные, которые голосовали за коммунистов, опрадываясь тем, что в КПСС всегда было много верующих. Тех коммунистов, которые убивали верующих, разрушали храмы, уже говорят, в партии нет. Правильно ли они сделали?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иеремия, 13 глава, 23 стих. «Может ли эфеплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкну делать злое?» Я припоминаю две поговорки от моей родной бабушки. «Зарекалась свинья не ей свою гэ, да опять сожрала». Трудно выпаривать запах из деревянной бочки, в которой хранится дёготь. Коммунисты – это люди, которые превозглашают счастье за счёт грабежа, за счёт справедливого грабежа, у богатых отнять и между всеми разделить. Более глупых, безумных людей белый свет не знал, и более лживых. В самой своей основе коммунистическое учение отвергает Бога. И это говорит о том, что они безумцы, нечестивцы и сыны дьявола. И об этом нужно всегда помнить. Как раз сегодня пришла записка, почему у Давида два псалма совершенно одинаковые – Псалом 13 и Псалом 52. Посмотрим, о чём в них говорится. Почему Давид настаивает, чтобы мы запомнили его? Других повторов в 150 псалмах нет. Понятно, что духоносный муж этим псалмом бьёт нам по мозгам, хотя мы заучились его наизусть и не голосовали за коммунистов. Не забывайте, что уже три тысячи лет, как он вправляет нам мозги, но люди не хотят учиться у этого царя, про отца Христа, а избрали себе учителей от сатаны, то есть коммунистов, этих исчадий ада, безумнейших из всех безумцев. Псалом 13 глава 1-7 стих. Сказал безумец сердце своём, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделаясь равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумеется все, делающий беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающий Господа. Там боятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Два псалма по семь стихов, цифра 7, Божья полнота. Может и в этом что-то скрыто, чтобы не голосовали за коммунистов. Голосовать означает выразить согласие своим голосом, пусть даже и безмолвно, через опущенный бюллетень в урну, что ты готов подчиниться твоему избраннику. Проступление этих подпевальщиков безгранично. Это пожилые люди, и даже престарелые, которые не могут не знать, что это за режим, как он подавляет личность человека, какие жертвы и страдания принес он русскому народу. И они, эти люди, за свои пенсии, за чечевичную похлебку продают в рабстве не только себя, но и своих правнуков. Эти люди изберут ворраву вместо Христа. Это сыны гиены, они ничему не научились, и такими же бесплотными и умрут. Иуд, 1 глава, 12 стих. Таковы бывают соблазны на ваших вечерах любви. Пиршествы с вами без страху уточняют от себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и сторнутые. Псалом, 65 глава, 12 стих. Посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Ленин и Сталин издохли, как богомерзкие чудовища. И Бог дает нам сегодня свободу по молитвам святых, умученных этими тиранами, уничтожившими 66 миллионов дорогих и близких наших русских людей, а эти, пережившие колхозный строй, вновь голосуют за них. Никакие они не православные, просто ходят в советскую церковь, созданную Сталином и Берией. Это их церковь, которая ни в какой рай не может их привести в этом их состоянии. Президиум облсовета, исполняя волю революции, поставил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом, из телеграммы «Уралсовета» в цикл. На Малахите небо звезд апатия, а здесь внизу избытком злобных сил полуподвал особняка Ипатьевых. Лай револьеров гулко огласил. Скрипели и стонали половицы, дым застила электролампы свет. Внесли носилки на руке царицы, мерцал еще не содранный браслет. На лбу царя рубиновая ранка, а на полу растекшийся рубин. На стенке фото в выпиленной рамке отец-полковник с сыном рядовым. Скричали вдруг, ожив Анастасия, стрелять нельзя, открыта настишь дверь. Штуком ее, штуком, прощай, Россия, из бедной вышел красномордый зверь. Он в полутьме за скользкими засовами. Синдрионом правит приговор, хохочет лес с бесившимися совами и выхлопами давит самотор. Мчит грузовик, как в боевой расчете, облитый кровью оси у колес. У старой шахты, манны, Глощокина сигналит огоньками папирос. Горят костры под немым лохитовым, усталые звезды и месяцы тоска. Они лежат шинелями прикрытые, Юровский их еще не обыскал. Еще фуражку не наполнил сверху и не припрятал крестик золотой. Еще свердлов не корчится от смеха, блестя пенсне и брызгая слюной. Еще Тобольск бесстрашно панихидой, не отслужил последнему царю. Горят костры бесправьем и обидой, Горят костры языческий салют, Горят костры торопятся хазары, Останки царства сбрасывая в шурф. Седой Урал июльским дышит паром, Где-то слышен речки горный шум. Виталий Греханов, 1992 год.